Друзья, всем привет! По программе нашего клуба любой наш воспитанник по желанию может поучаствовать в творческом конкурсе. Мы их приурачиваем к государственным праздникам России. Недавно прошел конкурс на тему День Победы. Задача была какая? Чтобы воспитанник изобразил это либо в рисунке, либо в поделке, праздник День Победы, но с поддержкой нашей армии, которая сейчас выполняет специальную операцию по защите жителей Донбасса. Прежде чем озвучить победителей, я хотел бы вам показать работу и поделки наших воспитанников. Это у нас Астаха Федер, так изобразил. Это Никитенко Владимир. Это Жилина Арина, рисовала сама, потому что она мечтает стать художником. Это Мухина Юля, ей 17 лет. Это Ращупкин Богдан изобразил у нас такой праздник. Это Барминов Даниил из группы 7-9 лет. Это Бугай Владислав. Как обычно на все работы смотрит президент нашей страны Владимир Владимирович. Это Елисейф Матвей. Вот такую поделку сделали братья Петровы. А это братья Романюки изобразили. Вот еще один наш воспитанник изобразил. И Черненко Матвей. Вот такой праздник. Итак, в группе 5-6 лет первое место мы решили отдать Даниленко Ивану. Вот его поделка. Это подводная лодка «Пирания». В группе 7-9 лет первое место мы решили отдать Барминову Даниилу. Вот видим его поделка. Танк Т-90 за Донбасс. И Георгиевская ленточка, которая означает День Победы. В группе 10-13 лет первое место мы отдаем Черненко Матвею. Вот такая поделка с 9 мая. Слева, снизу надпись «Сила, слава, долг». Это девиз нашего клуба. И в группе 14 лет и старше было 3 работы. И первое место мы решили отдать Жилиной Арине. Вот ее поделка. Повторюсь, девушка у нас, спортсменка, хочет стать художником. Это сделана непосредственно она. Все участники без исключения у нас награждаются памятными тарелочками. Вот такие вот с изображением спортсмена. Который выполнял работу. Рисунки я брал из фотоархива, так как у нас большой фотоархив. А победители в каждой возрастной группе получают дополнительно грамоту и специальный приз. То есть, помимо тарелочек со своим изображением на грамоте, получают ролики под свой размер. Мы недавно спрашивали у родителей. То есть, победители. Это у нас Барминов, Даниленко, Жилина и Черненко получают еще ролики. Так что, вот, стараемся талантливых детей наших поощрить. У нас есть также и для хороших спортсменов клуба, которые показывают результаты стипендии. Это уже в денежном размере. Следующий конкурс будет приурочен, наверное, к сентябрьским, к октябрьским праздникам. Я очень мечтаю давно сделать не поделку, а уже чтобы дети сочинили какое-нибудь стихотворение, либо написали сочинение. И еще раз прошу прощения у спортсменов клуба и у родителей, что немножечко задержали подведение этого конкурса. Всех жду в Ярополке. Субтитры создавал DimaTorzok